Разметку на основные Ивановские магистрали будут наносить два раза в год, весной и осенью. Об этом нововведение рассказал журналистам вице-губернатор Александр Фомин. Кроме этого, в регионе по итогам дорожного сезона должно стать на 20 очагов аварийности меньше. Один из примеров – поворот на родники. Дорожники уже приступили к строительству новой развязки. Там будет полоса отдельно, если ехать с Иваново, для левого поворота выделена, будут разгонные полосы, и дорожное полотно расширяется, будет установлено освещение. То есть такая достаточно серьезная затратная работа, но это направлено на устранение одного из главных аварийных мест в области. Благодаря созданию дорожного фонда у региона появилась возможность ремонтировать в пять раз больше, чем раньше. Возрос и контроль за подрядными организациями. Оплата выполненных работ Департаментом дорожного хозяйства производится только после проверки качества. Мы имели несколько судов, когда мы с подрядчиками судились, не оплачивая работу и подвергая их штрафным санкциям. Последний пример – это то, что Департамент расторг договор с фирмой, скинувшей более 50% на аукционе по нанесению разметки на дороге, и сорвали сроки, сделали работу некачественно, и Департамент не принимает эту работу, выставляет соответствующие штрафные санкции. Мы подаем ФАС и будем надеяться, что этот подрядчик будет занесен в реестр недобросовестных поставщиков. В этом году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог планируется направить свыше 680 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство моста в местечке Авдотина города Иваново. Также планируется завершить возведение мостового перехода через реку Ячменко в Пучевском районе. Кроме того, планируется начать ремонт дороги Жажлива-Ильинская и завершить реконструкцию магистрали Иваново-Кохма. Любовь Почерненько, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.